За неизбитые ледяные шапки по шапке могут получить руководители управляющих компаний Казани. Недавние штрафы в 2 миллиона рублей, похоже, не подействовали, ведь за ударом по кошельку ответный удар по сосулькам не последовал. Сегодня жители 46-го дома по улице Шмидта рассказали нашим корреспондентам, что каждый выход из подъезда для них может стать последним. 80-летний Виктор Алексеевич прошел войну, но переживает, что погибнет в мирное время. Несколько шагов до подъезда словно русская рулетка. С крыши дома и козырька свисают метровые сосульки. В руках жильца кипа бумаг. Все это письма с жалобами в управляющую компанию Вахитовского района Казани. Она отвечает за обслуживание этого дома. Вот у меня последнее заявление. Скажем, это заявление от 27 января этого года. Больше полтора месяца прошло. Ни устного, ни письменного ответа нет. За этот сезон никакого сброса не было. Но, по словам главного инженера управляющей компании, жильцы недостаточно наблюдательны. Сосульки с крыши дома сбивают регулярно. Понимаете, в момент как? Вот бывают случаи, когда мы сегодня утром сбили сосульки, а в следующий утро они опять выросли. Между тем, штрафы за ледяные глыбы на крышах увеличились почти в 10 раз. В этом году административно-техническая инспекция Казани выписала 127 протоколов более чем на 2 миллиона рублей. У нас они каждую зиму примерно от ней те же. Это управляющая компания Вахитовского района, ООО «Акбар Сторг», управляющая компания «Гвардейская». Чистить крыши управляющей компанией должны, как только толщина снега на них достигает 20 сантиметров. На деле с кровли совсает полуметровая наледь. Пешеходы в растерянности то ли под ноги смотреть, чтобы не подскользнуться, то ли в небо, чтобы, так сказать, отпрыгнуть от падающей глыбы. Профессионалы дают другие советы. На своем сайте спасатели МЧС выложили рекомендации безопасного передвижения по улицам в период оттепели. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно постараться поскорее покинуть опасное место. Одним словом, горожанам советуют не рассчитывать на жилищников. Дарья Турцева, Айрат Мухамедзянов, Вести, Катарстан. Дарья Турцева, Айрат Мухамедзянов, Вести, Катарстан.